В Конаково открыли памятник уроженцу этого города Денису Стребину. В 2000 году он в составе ставшей легендой 6-й роты принял неравный бой против чеченских боевиков. Наш земляк стал одним из тех 84 десантников, которые пали смертью храбрых. Роман Быков побывал на торжественной церемонии, прошедшей на мемориале в Комсомольском сквере города. В марте 2000 года всю страну потряс бой, который произошел в Оргунском ущелье. Рота псковских десантников наткнулась на прорывавшихся из окружения боевиков, которых по разным данным было от 700 до нескольких тысяч. Русские солдаты не отступили и сражались до последнего. Бывший тогда начальником штаба ВДВ Николай Стаськов вспоминает, что посланное подкрепление само напоролось на заслоны противника. Крайне трудно было оказывать и другую поддержку. Был сильный туман. Авиация не могла оказать помощь. Артиллеристы выложили три вагона боеприпасов, поддерживая боероты. По итогам боя в живых остались только шесть бойцов. 84 погибли. Среди них был и уроженец Конокова Денис Стребин. Его память уже была увековечена на здании родной школы, а также наименованием в честь героя одной из городских улиц. И вот теперь на мемориале в честь героев войны и чернобыльцев был установлен и бюст десантника. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, простые горожане, ну и, конечно же, родственники. Среди них и бабушка. Татьяна Константиновна, которая его вырастила, вспоминает, что Денис с детства всегда до конца выполнял поставленную задачу. Вот собрался он в лес. Значит, он идет в лес, набирает грибы. Нужно будет мне на огороде, что он обратно идет на огород и спрашивает. Бабушка, дай задание. Что сделать? Даю задание, он делает. Специальное приветственное слово прислал губернатор Тверской области, который отметил, бой в Аргунском ущелье не был каким-то рядовым столкновением. Он имел огромное значение для исхода всей чеченской кампании. Такие патриоты, как Денис Стребин и его товарищи, защитили родину от международного терроризма, сохранили целостность, независимость и суверенитет нашего государства. Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории российского воинства и всего Отечества. Вечная память и вечная слава о бессмертной шестой роте губернатор Тверской области Игорь Михайлович Рудани. Установкой бюста Денису Стребину не закончится благоустройство Комсомольского сквера, идущая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В следующем году здесь высадят 93 дерева и более 300 кустарников. Также тут появятся новые вазоны и детская площадка, посвященная военной тематике.